Привет, дорогие друзья! Очень важное видео, которое я бы хотел, чтобы вы посмотрели все, для того, чтобы что-то поняли. Кое-что очень важное, да, небольшое вступление, смотрите, ну, прогремел на весь мир фильм Джокер. И все тогда начали заделываться Джокерами, футболки с Джокерами и так далее, где сейчас эти футболки лежат на чердаках, пылятся. То есть одно вытесняет другое, появился фильм Игра в кальмар. Боже мой, какой витиеватый, крутой сюжет, все стали кальмарами, теперь забыли. Ну и ждут каких-то там сиквелов. На самом деле, я хочу сказать то же самое и относительно Зеленского. Постепенно эта штука становится холодной. Когда закончится война, возникнут вопросы. Эти вопросы начнут задавать и сотни тысяч людей, которые пришли с фронта, некоторые, которые их привезли, потому что они стали инвалидами. Эти вопросы, наконец-то, я надеюсь, начнут задавать родственники тех погибших, кого не эвакуировали в первые дни, на кого забили местные власти, подчиняющиеся центральным властям и так далее. Эти вопросы начнут звучать. Что делать с экономикой? Я тебе деньги на демократию давал? Давал? Где деньги? Где деньги? Почему во время войны происходила коррупция больше, чем до войны? Начальника! Начальника! Кто ответит за вот это, за то, за пятое-десятое, вне войны, это телега будет ехать совсем по-другому. И Зеленский, будь он человеком умным, он ушел бы на пике. Вот пик был, мы его уже прошли, да? Я не держусь за власть, все. Выборы, следующие выборы, извините, но без меня. Но Зеленский человек тупой. Поэтому он будет цепляться своими коготками за власть и за всех сил. Где демократия? Нет демократии! Нет, 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 а зачем деньги давал? Он человек тупой. И поэтому он защищает себе поле полностью. Всю политическую активность подавляют, используя опять-таки войну. Всем закрывают рты. Делают они это очень тупо, слишком на виду. Они хотят оставить буквально две партии, которые сами же создадут. Ну, три. Первая, конечно, слуга народа. Может быть, переименуют ее в партию Зеленского для того, чтобы избавиться от негативного бэкграунда. А о нем я сейчас расскажу. Вторая партия, это какие-то там партия послушные, жалкие псы, к примеру. Ну и третья партия какого-нибудь, партия Стерненко. Все, все довольны, все нормально, продолжаем рулить, продолжаем воровать. А что с остальными? Остальные надо запретить. Партию Ширия Зеленский запретил раньше, чем партию политики Путина. Да, была такая партия, она оказалась менее пророссийской, чем партия Ширия. Основание для запрета партии Ширия была ее пророссийскость. Первое, это полная ложь. Второе, нет даже понятия такого пророссийскости. Как измерять ее? Шкалы также не существуют. Но надо же запретить. И запретили, подтянули Верховный суд. В Верховном суде начали тулить дичь о том, что я за пять лет до создания партии снимал видео, в котором критиковал украинскую власть. А это, конечно же, пророссийская оппозиция и так далее. Но они решили закреплять эту тему, чтобы все это законодательно закрепить. Это слуга народа Галина Янченко. Вот эта вот телка с герпесом на губе разработала методологию. И совместно с фракцией Голос, очень мощной фракцией, внесла в форме законодательства на рассмотрение Верховной Рады законопроект. Нужны пояснения к законопроекту. И поэтому вот это вот чучело огородное объясняет, какие партии являются пророссийскими на самом деле. И главное, почему. Янченко ломает голову, как привязать партию Шария к пророссийскости. И потом выдает следующий текст. Партия Шария, наряду с другими партиями, готовила почву для полномасштабного вторжения России. Ну, это же четко и законодательно понятно. Готовили почву. Начнем приготовление с шоколадной земли. На сковородку добавляем сахар, воду. А далее это Янченко пишет, что партия Шария, наряду с другими пророссийскими партиями, вошли в оккупационные администрации многих захваченных расистами городов. Это, конечно, полное вранье. Если у этого чучела есть такая информация, то мы можем все пройти туда и попросить у нее рассказать о таких многих городах и о многих наших представителей. У нее, конечно же, этого нет. Но у меня есть кое-что другое. Смотрите, я согласен. Если есть такая партия, например, партия Сальдо, представители которой перебегают сразу же, когда заходят российские войска, они бегут им служить, служить местным администрациям и так далее. Наверное, с этой партией что-то не то. Я абсолютно согласен. Но у меня есть такая партия. Партия, сука, называется «Слуга народа». Эту партию необходимо запретить. Хочу сказать, если кто-то из них раптом спокосился на пропозиции от этих оккупантов, вы подписываете себе вырок. А ее лидера и духовного наставника Зеленского посадить за измену родины. Хай знают все коллаборанты, которых они найдут, что Украина им не пробачить. Слуги народа заявляют в этом самом законопроекте, что партии депутатов, которые перешли на сторону оккупанта, не имеют права больше баллотироваться никогда. Ну что ж, давайте от слов к делу, к конкретике. Самая коллаборационная партия. Партия настоящих предателей и мразей. Александр Брюханов, мэр города Южный в Харьковской области, баллотировался на должность мэра от слуг народа. Развлекал Зеленского собственной персоной, когда тот гастролировал по объектам большой стройки. Через 4 дня после начала войны его арестовали за переговоры с российской стороной и саботаж обороны города. Что случилось бы с обычным человеком, которого арестовали бы, обычным чиновником, которого арестовали бы за подобного рода вещи? Он отправился бы на отсидку. Ему дали бы пятнаху. И он бы сидел эту пятнаху плохо. Сначала его взяли бы без возможности выхода под залог. Ну вы знаете, что с ними обычно случается. А может быть, обычного чиновника стрельнули бы на задворках и все. Но это же предатель от слуг народа. Поэтому его отпустили. И он вернулся к исполнению своих обязанностей, отделавшись условным сроком. Самый гуманный суд в мире! Ооо, вам кажется это невозможно? Возможно. Идем дальше по списку. Итак, Игорь Дзюба, глава Марковской ОТГ Луганской области. Чтобы вы понимали, глава ОТГ, но эта должность намного более ответственная, чем депутат местного уровня. Глава ОТГ, это десятки миллионов гривен. Это огромные территории, территориальные общины, которые находятся, по сути, под его руководством. Назначают на такие должности особо доверенных людей. Вот его назначили. Он был популяризатором украинской идеи на Луганщине. Представляете? Популяризировал он украинскую культуру в Луганской области. Говорил и писал исключительно на украинском. Вот возьмите любой пост. Постил украинских военных, которых приглашал на свои мероприятия. В общем, смотрите, это настолько патриот. Вот патриот, как представляют себе патриотов. Вышиваночка. Чуб, хорошо, чтобы засаленный, да? Шаровары, сало на столе. Вот так вот, да, патриот. Ой, какие украинские стихи он цитировал. Послушайте, в моей Украине немае кордонів. И море, и солнце Днепро, терриконы. Бла-бла-бла, моя Украина, люблю ее, крапка. Любил он ее ровно до февраля 2022 года, когда перейшел на сторону ЛНР. Любил и разлюбил. Выйди отсюда, разбійник ты. Он поблагодарил Россию за объединение, наконец-то, Луганской области. Вы просто представьте, сколько вот таких вот в Слуге народа. Если бы Российская Федерация реально прошла бы дальше, да закрепилась, да вы бы прозрели от этих перебежчиков. Ковалев Алексей Иванович, 33-летний народный депутат от Слуг народа, Херсонская область, перешел на сторону Российской Федерации. Народный депутат-перебежчик – это очень большой козырь для Российской Федерации. Это большое имиджевое пополнение. И в благодарность за то, что он перебежал на сторону Российской Федерации, Российская Федерация не выделяет ему охраны, даже после нескольких покушений. В результате его убивают в его собственном доме, на его глазах душат его жену, они оба умирают. Убийцы скрываются, их уже никто никогда не поймает, потому что у следствия нет зацепок. Следующий – Юрий Ковалев. Это родной брат вот этого вот депутата-перебежчика. Он был депутатом Херсонского облсовета от партии Слуга народа. Был назначен россиянами директором производственно-экспериментального завода по разведению рыб. Знаете, как говорят? Он рыб кормит. Но не в том значении. Надежда Антонова, секретарь Ольховского сельсовета от Слуги народа, когда населенный пункт был оккупирован, пошла на сотрудничество с российскими военными. Когда российские военные покинули район, они забыли забрать ее с собой. В результате она попала в руки СБУ, теперь, скорее всего, ей будет гарантирован пожизненный срок. Но перед этим, конечно же, с пытками и внижениями. Валентина Гладкова, депутат Беловодского сельсовета, партия Слуга народа, при российской оккупации заняла пост заместителя главы района. Если бы она не была депутатом от Слуг народа, то, конечно, ее бруски никуда не назначили. Благодарим за это Зеленского. Спасибо, Зеленский, за кадры для Российской Федерации. Да я вам дяк. Сергей Клецкий сейчас выполняет роль заместителя главы администрации Скадовска при российских властях. До этого он был верным служителем Церкви Зеленского в рядах партии Слуга народа. У нас было много депутатов в Мариупольском горсовете. Никто из них не пошел служить русским. В отличие от Слуг народа. Сергей Косенко, депутат Мариупольской Рады от Слуг народа, теперь украшает сайт Миротворец, который также застенчиво указывает партийную принадлежность депутата. Косенко является помощником главы Мариупольской администрации, назначенной российской властью. Был депутатом, стал российским чиновником. Спасибо, Зеленский. Да я вам дяк. Дуже вдячен. Вадим Кудиков, депутат Липецкого сельсовета. В Харьковской области от Слуг народа, конечно же. Пришли русские и сделали из него главу села. О, Вадим Кудиков, верой и правдой служит новым хозяевам. И говорит Зеленскому, спасибо, Владимир Александрович, ты дал мне путевку в жизнь. Ну так что там, вонючка из Слуги народа в своем законопроекте. Все, она остается при своем. Так надо запретить Слугу народа завтра. Вчера надо было запретить, когда массово перебежчики начали бежать служить Российской Федерации. Не? Ну мы продолжим. Светлана Пасечник, депутат Купинского горсовета. У нас в Купинске тоже были депутаты. Только они не воспользовались возможностью построить карьеру в рядах российских чиновников. А Светлана Пасечник от Слуги народа воспользовалась. И помогла русским ввести на территорию Купинска систему российского образования. Спасибо вам большое за поддержку и доверие. А русские в благодарность назначили Светлану главой Купинского регионального центра профессионального образования. Слушайте, но русские же оставили Купинск. Да, дело в том, что сбежали и оставили Светлану. Что было бы со Светланой, если бы не? Я говорю, скажи, мисс Лори, до свидания. Ну конечно 10 лет, 15 лет. Вплоть до ПЖ, пытки, допросы, все как обычно. Внести, флюгига Хайман. Но Светлана, она же все-таки, ну по всей видимости, контактировала с кем-то там, на верхах. Поэтому вы просто не поверите. Светлана отделалась тремя месяцами ареста. С лишением права занимать руководящие должности в течение 10 лет. А баллотироваться она может. Поэтому думаем, что мы ее еще увидим. Александр Радченко. Тоже депутат Купинского горсовета. Тоже от слуг народа. И тоже перешел на сторону Российской Федерации. Снабжал их провизией со своего предприятия. Тоже был брошен Российской Федерацией при отступлении. Что там в Херсоне у нас, друзья? В Херсоне тоже у нас есть. Данил Репелевский. Данил Репелевский депутат Херсонского облсовета. От слуг народа. Помогал российским военным расхватироваться в Херсонской области. Помогал в финансировании референдума за присоединение Херсонской области к Российской Федерации. Людмила Хатиенко. Еще один мэр-перебежчик. И, конечно, отслуг народа. Сделаем сильную громаду вместе. Вместе с Россией. Имела в виду Людмила, по всей видимости. Поблагодарила Зеленского за хорошую предвыборную кампанию. Ну и продолжает работать в составе власти Российской Федерации. Мы перемещаемся в Старобельск. Елена Цовма, депутат Старобельского райсовета от слуг народа. Была депутатом, а стала зам главы администрации Марковского района. Спасибо, Владимир Зеленский. Жизнь удалась. Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Купенск. Опять. Там Зеленский своим указом, представляете, специальным указом назначает на должность главы Купенской райадминистрации Снежану Чернову. Снежана благодарна Зеленскому. И в феврале она указом уже другого президента становится руководителем Куриловской громады, где она возглавляет референдум по присоединению территорий к Российской Федерации. При отступлении вполне себе традиционно была брошена россиянами и попала в руки СБУ уже при самостоятельной попытке бегства. Константин Шостак, тоже херсонский товарищ, баллотировался тоже депутатом от слуги народа. По квоте партии был назначен директором коммунального предприятия «Три колодца» Херсонского городского совета. Ну, ввиду того, что колодца три, можно пить с одного – это колодец Зеленского, второй – это колодец Путина и третий – колодец Лукашенко, к примеру. Почему нет? Кучку дуг. Сразу же в феврале 22-го начал работать с российскими властями. Как же так получается, что услуг народа готовят документы о коллаборантах, о коллаборации, рассказывая о том, что если депутаты от какой-то полицилы переходят на служение оккупантам, в таком случае эта полицила должна быть запрещена. При этом упоминают там полицилы, от которой ни один человек не пошел работать с русскими. И забывают, совершенно забывают про свою собственную полицилу, про свою собственную партию. Самих себя они не запретят. Я ж не лох. Зеленский самого себя гражданства не лишит. Я не... Они самих себя не могут посадить, правда ведь? Первый раз. Они могут делать все, что хочешь. Они могут воровать, они могут прямо плевать в лицо, покупая машины за предельной стоимостью. Я за машину родину продал. Дворцы нахрен тогда, когда собирают копейки, еще и эти копейки воруют на армию. From the sky. Они могут совершать ДТП, а не нести ответственность. В таких случаях с Ружевым 150, просто такой бонус. Да они могут убить кого хочешь, и ничего им не будет. Потому что это Зеленский, потому что это банда Зеленского. А других они будут обвинять в предательстве, в воровстве, в коррупции, в чем угодно. В том, чем они занимаются каждый день. И какие же надо быть тварью тупой, чтобы не видеть того, кто такой Зеленский, и кто такая вся его клика. Но когда-нибудь понимание придет. И когда-нибудь все увидят, какая партия была самая, самая предательская. В какой партии было больше всего коллаборантов. И кто больше всего сдал Украину до этого, размахивая флагом, хотя в вышиванке, читая стихи, Украина мыла. У меня все. Пока что. Хороший список, правда? Далеко не полный. Если я просто начну перечислять всех, то я три дня видео записывать буду.